Желтый-белый лун Желтый-белый лун был такой хороший весенний день, что даже навозную жуку захотелось приподнять свои пыльные крылья и полетать. И, увидев попрыгунью кобылку, он спросил, где она живет. На веселом желтом лугу, сказала кобылка, Там цветут свербега, одуванчик и лютики. Как блестят лепестки у лютика, в них видишь мордочку другой кобылки. Знаешь, как это бывает, когда глядишь в воду? Я прилечу к тебе и посмотрю, сказал навозный жук. И он стал собираться, но по привычке все копался и копался. И прокопался очень долго, а когда полетел, то не нашел желтого луга. И при встрече пожаловался кобылке. Ах, сказала кобылка, да ведь луг-то теперь не желтый, а белый. Там цветут тминь и ромашки. Дрема и подмаринник. Какие мелкие цветочки у подмаринника. Заберешься между ними, и точно облачко вокруг тебя. А как пахнет. Я прилечу к тебе и понюхаю, сказал навозный жук. И он стал собираться, но по привычке все копался и копался. И прокопался очень долго. А когда полетел, то не нашел белого луга. И при встрече пожаловался кобылке. Ах, сказала кобылка, да ведь луг-то теперь не белый, а лиловый. Там цветут комокольчики и короставник. Поливая герань и мышиный горошек. Какие забавные усики у мышиного горошка. Он цепляется ими за травинки. И на нем так славно качается. Качайся на здоровье, сказал навозный жук. А я больше туда не полечу. Уж не расцветут ли там завтра черные цветы? Нет. Я предпочитаю свою родную дорогу. Навоз всегда навоз, а пыль всегда пыль. А серый цвет для глаза приятнее.